Какая сборная самая сильная в дзюдо? Это очень частый вопрос в комментариях и в принципе вечная тема для дискуссий. Я на канале ранее проводил опрос среди зрителей каков топ 5 сборных в мире на данный момент и в этом опросе приняло участие около 10 тысяч человек. Поэтому анализируя многие статистические данные и проведя аналитику я приготовил вам топ 5 сильнейших сборных в мире дзюдо. И открывает наш топ Монголия. На пятом месте страна и ее спортсмены, которые показали хорошие результаты на олимпийских играх. Кому-то удалось дойти до финала, а кому-то взять бронзу. Речь идет о Саиде Малаи, Ценда Чире и Мунхбату Ранцесе, которая недавно завершила карьеру и заявила о переходе в ММА. Предыдущие заслуги Монголии это хорошо, но есть еще один супер позитивный момент для страны и это молодежь. Подрастающее поколение, за которое можно не переживать. Сразу же после олимпиады, пока основные на миросборной отдыхали и отдыхают, Монголия начала заявлять на турнире молодых и ранее не выступавших на турнирах дзюдоистов. И как показывает практика, они выступают довольно успешно, занимая различные места. А некоторых дзюдоистов я уже выделил как будущих топов не только сборной Монголии, но и мировых. Таких, например, как Отху, выступающий весовой категории свыше 100 килограмм, который уже успел заявить о себе, выиграв несколько турниров и показав очень достойную борьбу. На своем пути он побеждал очень опытных дзюдоистов. Все дело в том, что этот парень выступает и тренируется в японском университете Тенри. Отсюда и отголоски японского стиля борьбы у этого парня. Ни для кого не секрет, что Монголия имеет национальную борьбу и в принципе количество борцов различных стилей в этой стране зашкаливает. Отсюда большая любовь к этому спорту с ранних лет и достойные результаты на международной арене, которые, я уверен, в будущем будут набирать позитивный темп. Поэтому Монголия занимает пятое место в нашем топе. Четвертое место нашего хит-парада уходит Южной Корее и ее прекрасным дзюдоистам. Многие считают эту команду сильной наравне с японцами, но как мне кажется, еще рано об этом заявлять. Корея имеет очень сильную мужскую сборную, которая на протяжении всей истории занимала самые высокие места и добывала золотые медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также, помимо сформировавшейся костяка сильных и ведущих дзюдоистов, у них имеется масса подрастающих и в перспективе топовых дзюдоистов, что и показывают все соревнования после Олимпийских игр, на которые заявлялись в основном молодые либо неопытные дзюдоисты страны. Чего только стоил Анчан Гримм, который недавно завершил карьеру, на счету которого титул чемпиона мира и бронза Олимпиады, либо чего стоит действующий атлет Ан Баул, чемпион мира и дважды призер Олимпийских игр, настоящая легенда и просто высококлассный профик. Также не стоит забывать и про Чо Гухама из весовой категории 100 кг, также чемпион мира и призер Олимпиады. И это действующие дзюдоисты, которые будут нас радовать больше и больше на протяжении некоторых годов впереди. Ну а я уверен, что корейский менталитет и трудолюбие внесут свой вклад в дальнейший прогресс своей страны на мировой арене. Им нужно немного подтянуть уровень женской сборной и они будут в топ-3, поверьте мне, я уж в свою очередь очень верю в их прогресс. Третье почетное место нашего топа занимает конечно же сборная Франции. На Олимпиаде сборная Франции заняла первое место в общекомандном зачете, первое историческое золото командного турнира на Олимпийских играх по дзюдо и многие считают эту сборную одной из лучших в мире, поэтому она по праву и занимает свое место здесь. Также уровень популярности дзюдо во Франции просто зашкаливает. Наверное наравне с Японией, либо чуть хуже, французы просто обожают дзюдо и что немаловажно, этот вид спорта включен в школьную программу обучения во Франции, что и доказывает огромный уровень популярности этого прекрасного вида спорта. Но все мы знаем, что так высоко Франция в мире по дзюдо во многом благодаря девушкам. Бушар Акбен Йену и другие приносят огромное количество очков и медалей своей стране на международной арене, чего только стоит Клариса Акбен Йену, олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. Да, именно девушки во многом и прославляют Францию дзюдо, но не стоит забывать Тедди Риннера, двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира и просто абсолютную легенду и рекордсмена дзюдо. А чего только стоит турнир большого шлема в Париже? Именно французский большой шлем пользуется огромной популярностью и люди выстраиваются в тысячные очереди, чтобы посмотреть на дзюдо воочию и организовать незабываемую атмосферу в первую очередь для выступающих дзюдоистов, которые снова и снова хотят вернуться на парижский турнир. Но на крайней олимпиаде французы в своем активе имели одно олимпийское золото, три бронзы, три серебра. Насколько это хороший результат, напишите вы. Также напишите в комментарии, согласны ли вы с данным топом или нет. Второе почетное место пяти лучших стран в мире дзюдо занимает Грузия. Конечно же именно Грузия является серебряным призером нашего списка. Маленькая по населению страна, в которой процент олимпийских чемпионов и чемпионов мира крайне высок на душу населения. На токийских играх Грузия завоевала золото. Это сделал Лаша Бекаури и целых три серебра, которые завоевали Маргвеллашвили, Шавдатуашвили и Тушишвили в весовых категориях 66-73 и свыше 100 килограмм соответственно. Это один из лучших результатов, если не лучший за всю историю Грузии. Эта маленькая и гордая страна имеет просто фантастические результаты на мировой арене. Чего только стоит икона дзюдо Лаша Шавдатуашвили, который на следующий день после дня рождения с утра пахал в зале. Лаша двукратный призер Олимпиад и олимпийский чемпион. Также он чемпион мира и Европы, один из самых титулованных дзюдоистов современности, недавно пополнивший свою копилку еще и с золотом большого шлема в Париже. Секрет Грузии, пожалуй, в сплоченности народа, в любви к своим достижениям и гордостью за своих парней. И еще один секрет, это национальная борьба Чидооба, о чем я подробно рассказывал в видео «Почему Грузия самая мощная в дзюдо». И еще хочется отметить, что эта страна имеет огромный запас дзюдоистов в разных категориях, которые в ближайшем будущем будут наводить шорох или уже это делают. Возьмем категорию до 60 килограмм, в которой есть три дзюдоисты, которые занимают стабильно призовые места на турнирах, Чхвимиани, Павиношвили и Назадзе. Поэтому Грузия здесь, на втором месте. Еще девушек подтянуть до уровня мужчин, и им не будет равных. Но пока что это в перспективе. Ну а мы переходим к первому месту, из золота нашего топа уходит Япония. Ну конечно же Япония, как многие догадывались изначально. Конечно они, эти бесстрашные, гордые, сильные, техничные и ловкие, хозяева и прародители этого вида спорта достойно и с гордостью несут знамя страны-основательницы дзюдо. Кто если не они должны быть на вершине всего мира дзюдо? Токийская олимпиада это и показала. Тотальная доминация японцев. Из 14 возможных золотых медалей Япония имеет целых 9. Вы просто представьте и вдумайтесь в эти цифры. Это абсолютный мировой рекорд и доминация. А предыдущий мировой рекорд олимпийских игр по количеству медалей также принадлежал Японии. Я думаю, что эта страна всегда будет топ-1 мира, пока не произойдет какого-нибудь чуда, либо какой-то аномалии в мире. Японцы имеют в каждой весовой категории среди мужчин и женщин по минимуму 2-3 кандидата, которые борются на мировых турнирах и побеждают. А еще есть молодые дзюдоисты, которые еще учатся в университетах, и вы даже не подозреваете о том, что уже на следующей олимпиаде или чемпионате мира они смогут заявить о себе и стать новой звездой. Эта страна непобедима в дзюдо. И это факт.